Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Данила Фатин. Это программа «Вслух. Среда». Сегодня у нас в гостях заместитель директора Департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров. Александр Анатольевич, здравствуйте! Добрый день! Сегодня мы поговорим о реализации сельхозпродукции местных производителей в Тюменской области. Этот разговор, безусловно, должен начаться с известной всем тюменцам акцией «Покупаем тюменское», поскольку все уже настолько привыкли к тому, что это что-то такое привычное, этикетки встречаются и так далее. Мало кто знает об истории этой акции. Давайте несколько слов об истории акции «Покупаем тюменское». Проект «Покупаем тюменское» стартовал в 2009 году, и причиной его запуска на тот момент было, во-первых, низкое количество нашей продукции на полках магазинов, и, второе, тот период, это 2008-2009 годы, период кризисный. И наши производители тогда очень сильно нуждались в поддержке. Кто стал участником этого проекта? Это только товаропроизводители или магазины тоже, допустим, могли в этом принимать участие? Ну, в первую очередь, участники проекта – это, конечно, местные товаропроизводители. То есть любой производитель, который хочет войти в проект, он заключается нашим департаментом соглашения, в рамках которого получает комплекс мероприятий по продвижению своей продукции. То есть это и предоставление брендбука, информационная поддержка, участие в конкурсе «Покупаем тюменское», создание странички на сайте «Покупаем тюменское». На данный момент таких соглашений заключено порядка 60. Кроме того, участниками проекта можно назвать и торговые площадки, как местную розницу, так и федеральные сети. Департаментом заключено 14 соглашений с крупными федеральными сетями. Этими соглашениями закреплены обязательства сетей по продвижению нашей продукции, то есть по брендированию полочного пространства, созданию условий для проведения дегустаций, проширению ассортимента географии продаж и, соответственно, предоставлению информации о том, как у них в сети обстоит дело с нашей местной продукцией. Подробнее об отношениях с федеральными сетями мы еще поговорим. А вот что касается этой акции, у вас же обратная связь какая-то есть с участниками, да? Ну, как они по большей части довольны, недовольны? Может, у них какие-то претензии есть? Ну, основной, скажем так, базовый показатель эффективности проекта «Покупаемый Тюменский» — это, конечно, доля местной продукции на полке в магазине. На момент старта проекта 7 лет назад эта доля составляла 10% в крупных сетях и 20-25% в мелкой рознице. Сейчас, спустя 7 лет, эта доля доведена до 50% в крупных сетях и более 80% в мелкой рознице. То есть проект с этой точки зрения, безусловно, успешен. Кроме того, проект повысил узнаваемость нашей продукции, он открыл для потребителей многие новые бренды, многих тюменских производителей, показал их сильные стороны. И в этом числе мы получаем положительные отклики от наших производителей, которые обоими руками за участие в этом проекте. У нас много желающих, соглашения все растут и растут, мы заключаем их все больше и больше. Ну и, наконец, третья составляющая успеха — это деньги. То есть рост прибыли производителей, которые есть, и более того, эти деньги в конечном счете остаются в нашем регионе. То есть они возвращаются к нам в виде налогов, в виде инвестиций, в виде зарплаты людей, которые работают на предприятиях. Вот приведу такой пример. Одним из наиболее эффективных инструментов проекта являются так называемые закупочные сессии. Это когда департамент на своей площадке организует и модерирует прямые переговоры производителей с представителями федеральных сетей. Первые закупочные сессии, которые были проведены в 2014 году, дали финансовый результат в 1 миллиард рублей. То есть на такую сумму были заключены договоры на поставку местной продукции в сети. В прошлом году были проведены закупочные сессии с сетями «Ашан», «Магнит», «Х5 Ритейл Групп», это «Пятерочка», «Перегресток» и «Карусель» и «Сметр». Вот, например, по результатам закупочной сессии с «Ашаном» в эту торговую сеть зашли 26 местных производителей. В этом году состоялась очень успешная торговая закупочная сессия с торговой сетью «Окей», по результатам которой в магазинах этой сети без всяких проволочек появился и шимский сыр, и тюменские конфеты. А вот помимо той этикетки, которая присутствует на полках торговых, там же ведь и на самой продукции может размещаться значок, да? Да, это логотип «Покупаем Тюменской», который мы весь год в год дорабатываем совершенствуем. Например, в этом году он дополнен логотипом «Выбирай свежее», то есть он такой сдвоенный синий логотип «Выбирай свежее» и «Зеленый покупаем Тюменской». Кроме брендирования упаковки, это рекламные баннеры, которые размещаются по городу, это реклама на автобусах и прокат в видеороликах в торговых сетях, где также рассказывается о достоинствах нашей местной продукции. А были ли попытки использовать этот значок как-то нелегально? Ну, то есть вроде бы здорово же, марка узнаваемая, да, значок узнаваемый. Да, на самом деле мы проводим мониторинг сетей, в том числе в части того, как они выполняют эти соглашения. Вот были такие случаи, когда этот значок размещался у продукции не наших производителей. То есть в чем там дело? Либо переложили с полки на полку, либо еще что-то. Ну, такие факты были. А сам производитель? Ну, потому что, допустим, для того, чтобы иметь возможность размещать такой значок, необходимо пройти определенные процедуры, наверное, быть признанным каким-то там и так далее. А были ли такие производители, которые пытались использовать этот знак, не имея на это никакого права? Ну, для того, чтобы использовать этот знак, на самом деле достаточно заключить соглашение. И здесь никаких особо сложных процедур нет. Все зависит от желания производителя. Мы всячески поддерживаем расширение использования этого знака. Ну, разумеется, производитель, который хочет его использовать, должен в свою очередь соблюдать определенные условия, то есть производить качественную продукцию, участвовать в мероприятиях, которые мы ему предлагаем. Вот существует некая категория товаров, которые на территории Тюменской области не производятся, но, допустим, упаковываются здесь. Такие товары можно отнести к местным товаропроизводителям, к продукту местных товаропроизводителей? Вот кто-то приводил, к примеру, то ли чай, то ли что-то еще. То есть закупается где-то в других совершенно регионах, здесь только упаковывается, больше ничего нет. Но при всем при этом они не скрывают это. То есть на упаковке пишется, откуда чего, но упаковывается здесь. Это относится к местным? Ну, основной критерий, местное или не место, это наличие здесь производственной базы. То есть та же самая упаковка, она также точно требует присутствия людей, каких-то производственных мощностей, складских мощностей. В конечном счете производитель зарегистрирован на территории нашего региона и платит налоги здесь. Безусловно, мы не можем называть этот чай 100% тюменским, поскольку чай у нас не выращивается. Но, тем не менее, это тюменская продукция. Дорогие друзья, еще раз напомню, мы сегодня говорим о реализации сельхозпродукции местных производителей в Тюменской области. В гостях у нас заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров. И, значит, вопрос уже от посетителей сайта интернет-газеты вслух.ру. В каких параметрах в департаменте потребительского рынка измеряют успешность или неуспешность акции «Покупаем тюменская»? И можно ли считать ее удавшейся неформально, а реально? Какие цели формулировали для себя и добились ли их? Может, на самом деле, что-то формулировали одно? Ну, то есть результатом, в принципе, довольно, но на самом деле рассчитывали на что-то одно, а получилось что-то другое. Я, можно сказать, уже ответил на этот вопрос немного ранее, когда говорил о доле нашей продукции в сетях. Ее рост за 7 лет, можно сказать, пятикратный, с 10 до 50%, он без всяких дополнительных пояснений свидетельствует о успешности проекта. Собственно, это основная задача, которую мы ставили. Вторая задача, которую мы ставили, это расширение географии продаж наших производителей. То есть цель не просто в том, чтобы наш производитель попал в сеть и продавался здесь. Здесь федеральные сети работают на территории всей России, и, допустим, наш производитель с таким же успехом может продаваться в этой сети в Санкт-Петербурге, или в Челябинске, или в Новосибирске. Вот это, скажем так, второй этап проекта, над которым мы работаем сейчас. Потому что, по сути, большинство производителей, которые у нас в проекте, они в федеральных сетях присутствуют. Так вот, теперь наша задача, чтобы они присутствовали в этих сетях еще и в других регионах. Да, это было бы неплохо, конечно. Приезжаешь куда-нибудь в ту же Челябинскую область, и находишь там не только местное, а там что-нибудь свое, привычное. Очень важный вопрос, частенько его тоже задают, местным товаропроизводителям по-прежнему сложно попасть на прилавки федеральных сетей. Вот на самом деле, так какова, может быть, даже имеет смысл поговорить о самой процедуре? Да, но эта проблема имеет две стороны. С одной стороны, безусловно, есть затруднения коммуникационного характера. Они связаны с тем, что, например, региональный директор торговой сети, который находится здесь и управляет ее магазинами здесь у нас в регионе, он не определяет ассортимент и товарную матрицу сети. То есть это зависит от категорийного менеджера, который может находиться в Екатеринбурге, в Новосибирске, в том же Санкт-Петербурге. Кроме того, процесс входа в сеть, процесс заключения договора, он формализован. То есть есть стандартный договор, который даже, по сути, нельзя менять. И в большинстве сетей даже заключение этого договора автоматизировано. Как, например, в «Магните», когда договор заключается по процедуре аукциона. Какое-то личное общение, переговоры там практически исключены. Ну а вторая сторона проблемы. Попасть в сеть – это не так уж тяжело, гораздо сложнее удержаться, остаться на полке и продаваться. Модель работы в федеральной сети существенно отличается от мелкой розницы, и многие производители к этому не готовы. То есть работа с федеральной сетью – это жесткие договорные условия. Это такие же жесткие санкции за нарушение договора. Это возвраты непроданной продукции, которые ложатся на производителя. Это необходимость уплаты торговой сети, бонусов. Это совершенно другие требования к маркетингу. Ценовой гемпинг, жесткие требования по объему и срокам поставки. И те же самые логистические схемы, когда, например, продукция тюменского производителя продается в магазине федеральной сети в Тюмени через распределительный центр в Челябинске. От этого зачастую страдают молочники с короткими сроками годности продукции, которых просто не успевает дойти до Челябинска и вернуться обратно в Тюмень. Вы перечислили несколько новых, скажем так, связей, взаимодействия с федеральными сетями. Но вот от читателя и зрителя есть вопрос, такой слегка уточняющий, почему ОК идет навстречу местным товаропроизводителям, а, например, перекресток не очень. Получается, что если представители сети хотят видеть на своих полках местные продукты, то находят возможность сотрудничать. Мы привыкли воспринимать федеральные сети как некое единое поле, но на самом деле они достаточно разные. То есть у них разное позиционирование, разные стандарты работы, разный подход к тому же ассортименту. Ну, приведу простой пример. Есть федеральные сети формата гипермаркетов, как тот же ОК или, к примеру, Ошан. Есть федеральные сети, которые по формату скорее являются магазинами у дома, например, Магнит, Монетка, Пятерочка. Кроме того, есть федеральные сети дискаунтера, как тот же Магнит или Ошан. Есть федеральные сети более высокого ценового сегмента и ассортимента. Есть, конечно, в счете Метр, который по своей концепции вообще является оптовиком. Но если говорить о конкретных цифрах, о конкретных магазинах в ОК и Перекрестках, то присутствие там нашей местной продукции, оно также зависит от товарной группы. Вот приведу такой пример. Например, 77% всех левобулочных изделий в ОК и Тюменского производства. В Перекрестке этот показатель 41%. Но с другой стороны, Тюменской колбасы в Перекрестке 65%, а в ОК и 40%. Можно даже взять сети, которые относятся к одной торговой группе, X5 Retail Group, это Пятерочка, Перекресток и Карусель, и посмотреть, как там обстоит дело с этими цифрами. Например, в Перекрестке 50% всего молока Тюменская, в Пятерочке 20%. В Карусели 90% всего яйца Тюменская, в Пятерочке тоже 30%. То есть все зависит от конкретной товарной группы. Если же посмотреть вообще по всем сетям, то топ-3, скажем так, тюменских продуктов, которые везде лидируют, это яйцо, его 70% в Тюменской области во всех сетях, 70% яйца Тюменская. Это хлебобулочные изделия 60% и молочка 52%. То есть вот топ-3 продуктов. Многие ли местные производители решаются на открытие своих фирменных магазинов? Что подсказывает опыт? Это перспективный путь или у каждого предприятия разные пути, успешные и не очень? На самом деле даже зарубежный опыт говорит о том, что фирменная торговля в современных условиях это не просто способ развития производителя, это по сути залог его выживания. Особенно для мелких и для средних производителей. Наши производители понимают это и многие из них участвуют в фирменной торговле. Это тот же свинокомплекс согласия. Это очень известный производитель Абсолют. Это производитель Ясеня Агро с сетью магазинов Покровский, Мизокомбинат Яутеровский, Агрохолдинг Юбилей, Тюмень Молокос с сетью магазинов Сельский Дворик. Но фирменная торговля тоже имеет два направления. Это либо магазин узкого сегмента, мясного, например, либо все-таки это магазин с более широким ассортиментом. Потому что, как правило, покупатель приходит в магазин за ассортиментом, за определенным набором продуктов. И, как правило, ни один производитель не сможет закрыть всю товарную матрицу магазина. Есть, конечно, уникальный пример с Абсолютом, у которого есть и хлебокомбинат, и молочный завод, и мясной завод. И он практически все ходовые товары у себя продает своего производства. Но в основном все производители, открывая фирменные магазины, все-таки приближаются к формату мини-маркета или супермаркета. Там самые разные ассортименты. В тех же магазинах Покровский, кроме молочки Ясеня Агро, может присутствовать молочка Данон. Потому что магазин должен быть ориентирован на разные вкусы. То есть они, в общем, не гнушатся, да? Да, но задача стоит в чем? Все-таки в объединении усилий производителей. В том, чтобы в создании магазинов, где все сегменты ассортимента будут закрываться нашей местной продукцией. Ну, кроме той, которая у нас не производится. А ведь, на самом деле, ничего же страшного нет. Допустим, небольшой выбор товаров. Допустим, магазин ориентирован только исключительно на мясо. Это же здорово, если человек просто знает, что это местное, что это производится где-то здесь, что это абсолютно точно качественное. Он, может быть, и не поленится съездить до такого магазина. Да, на самом деле, вот такой формат, скажем так, мясной лавки, он, в принципе, довольно успешен, о чем говорит пример того же согласия. А каким-то образом департамент подсказывает или, может быть, помогает таким вот желающим открыть свои собственные торговые точки с местонахождением этих самых точек? Ну, допустим, вот есть же, наверное, районы, в которых абсолютно точно этот товар будет идти, это будет хорошо, собственно, и тем людям, которые там живут, и тем, кто собирается разместить там магазин. Ну, вот что интересно, большим спросом магазины фирменные, магазины наших производителей пользуются в спальных районах. То есть там очень широкий ассортимент присутствует, практически все производители в своей фирменной торговле представлены именно там. То есть это такое довольно перспективное направление районов, скажем так, закрытых, где человек, выйдя из дома, может там в 2-3 магазина зайти, в одном купить молоко, в другом купить мясо, и все это от тюменских производителей. То есть наша задача, как департамент, это все-таки консолидация их усилий в том, чтобы они объединялись в рамках какой-то, скажем так, если не торговой сети, то хотя бы закупочного союза. Местные товаропроизводители основным своим преимуществом называют свежесть продукции. Дескать, у наших продуктов короткий срок годности, но мы рядом. Как вы, собственно, и сказали, появился дополнительный значок на упаковке. И все это уже говорит о высоком качестве продукта. Но так ли это? На самом деле, да. То есть территориальная близость производителя к точкам сбыта позволяет ему продавать продукцию свежую с короткими сроками годности. Кроме того, производители, которые находятся в нашем регионе, они находятся, скажем так, и под нашим наблюдением, надзором, стараются не ударить в грязь лицом, поднимают свою ответственность и стараются выпускать качественную продукцию. То есть здесь мы рядом, можно отнести не только к близости к производителю, но и к контролирующим органам. То есть у нас очень активно работает Роспотребнадзор, который проверяет не только торговые сети, но и, собственно, производственный контроль на предприятиях. В рамках региональной государственной программы развития потребительского рынка, защиты прав потребителей у нас есть мероприятие по лабораторным исследованиям пищевой продукции, как производителем Тюменской области, так и вывозимой из других регионов. Вот, например, в 2015 году было проведено 210 лабораторных исследований пищевых проб. Из них выявлено 20% продуктов, не соответствующих требованиям тех регламентов. То есть, как правило, это молочная продукция, это масло с добавками растительных жиров, это сырные продукты. В этом году количество проб уже выше, на данный момент отобрано порядка 250 проб, до конца года будет отобрано 600 проб, и процент забраковки также стал выше. Это 30%, это по-прежнему масло, и это в основном продукция не из нашего региона. То есть это дешевые сырные продукты, дешевые масла, которые продаются под видом настоящего масла. По сути, когда потребителя вводят в заблуждение, указывая на упаковке вместо спред, масло сливочное. И этот продукт по гораздо более дешевой цене стоит на полке рядом с настоящим маслом и, по сути, создает недобросовестную конкуренцию. Звучит это так, что, допустим, я, придя в магазин, абсолютно точно не наткнусь на такие продукты, но, к сожалению, получается так, что они есть. Мало того, многие из них маскируются под узнаваемые марки. Масло крестьянское, допустим, вот этот ромбик, который заметен издалека, огромное количество других производителей, которые при ближайшем рассмотрении оказываются спредами. На самом деле, за такими вещами вы тоже следите, особенно, когда идет вот эта вот обманка с помощью упаковки. Да, и, как я уже говорил, если в прошлом году мы отбирали 200 проб, в этом году мы отбираем их уже в три раза больше. Если в прошлом году мы смотрели магазины по Тюмени, в этом году уже охвачены и районы. То есть мы работаем везде, наша работа в этом направлении только активизируется. Можно ли сказать, что утвердилась мода на тюменские продукты? Как некогда людей поглотила мода на здоровое питание? На самом деле вполне можно. То есть люди целенаправленно идут в магазин за Тюменским, оценили качество этого продукта, отдают ему предпочтение. Кроме того, если говорить о наших производителях, то опять же в силу территориальной близости они могут дать больше ассортимента. Если, например, это федеральная сеть, в которую надо везти из другого региона, там представлены 2-3 позиции ассортимента. У нас наши фирменные магазины, те же мясные и молочные, дают потребителю очень широкий выбор, и людям это нравится. Очень актуальный вопрос, причем уже на протяжении многих лет. У многих людей присутствует страх перед химической составляющей продуктов. Наличие в продукте компонентов с литерой Е. Даже помните, наверное, в газетах очень часто публиковались эти таблички, какое Е с какой цифрой, какой вред может нанести человеку и так далее. Обязательно ли это говорит о том, что качество продукта невысокое? На самом деле химические добавки являются неотъемлемым спутником прогресса и сопутствуют расширению объемов и производства, и потребления. И не все добавки с маркировкой Е являются вредными. Среди них есть абсолютно безвредные и даже полезные, такие, например, как аскорбаты или токоферолы, ну, проще говоря, витамины С, Е, которые добавляются как антиокислители, либо какие-то там природные эмульгаторы, типа пектина, крахмала, пищевые красители, подсластители. И, безусловно, есть добавки Е, которые вредны, та же самая Е240, печально известный формальдегид, но такие добавки к применению в России запрещены. Если же говорить вообще о трендах, то в последнее время, конечно, набирает силу, скажем так, тренд биопродуктов или экопродуктов, то есть продуктов, лишенных каких-либо добавок без какой-либо дополнительной обработки. Как правило, это продукты там те же самые, с короткими сроками годности, но здесь уже все определяет выбор потребителя. То есть человек сам голосует за тот продукт, который ему нужен. Либо это биопродукты, либо какие-то более привычные продукты. А это же может нанести ущерб, скажем, вот этой информации, которая очень активно распространяется, причем она в таком очень доступном виде. Очень многие легко ей поддаются влиянию вот этой информации о том, что действительно товары, в которых присутствуют компоненты с литерой Е, они вредны. Вот как-то с этим имеет смысл вообще бороться? Либо самому производителю, либо, может быть, департамент должен, там, я не знаю, листовки, какие-то буклеты и все остальное, поясняющие. Но здесь на самом деле, да, вопрос просвещения потребителей, то есть повышения потребительской грамотности. Хорошо. Так, а стоит ли доверять продукции кустарного производства? На самом деле у нас же появилось очень много каких-то частных там и сыроварин, да, и вот эти вот, как они правильно-то называются, интернет-магазины, которые торгуются в фермерской какой-то продукции, да. Вот стоит ли доверять продукции кустарного производства, например, покупать сметану, молоко у какой-нибудь бабушки в деревне, а сыр в частной сыроварне, а насколько такие производители освоили интернет в качестве инструмента сбыта? Ну, такие, на две части поделенный вопрос. Ну, на самом деле, я бы разделял, конечно, продукцию кустарного производства, то, что был приведен, например, покупать сметану у бабушки, и продукцию тех же частных сыроварин или там мелких производителей, как правило, это личные подсобные хозяйства ЛПХ. То есть сейчас, как правило, мелкий производитель – это грамотный человек, который знает производственный процесс. Я сам знаком с многими ЛПХ, среди них много людей с ветеринарным образованием, с каким-то зоотехническим образованием. То есть эти люди прекрасно понимают, как выращивать птицу, как делать сыр. И, как правило, это люди увлеченные, и они ответственно подходят к своему делу и выпускают качественную продукцию. То есть это, скажем так, не просто их заработок, но и это они делают для души. То есть можно сказать, что это их хобби. И эти люди, как правило, очень активно осваивают интернет-пространство. То есть это различные интернет-площадки, те же интернет-магазины фермерских продуктов. Это и социальные сети, это и форумы. То есть есть примеры, когда тоже яйцо продается от ЛПХ на форумах. То есть человек просто уже зарекомендовал себя, к нему пишут, прямо обращаются, он собирает заявки и доставляет свое яйцо. То есть это такой перспективный тренд, и более того, его понимают даже федеральные сети торговли через интернет. И многие федеральные сети как раз сейчас прорабатывают проекты торговли через продажи товаров через интернет. Многие даже считают, что за этим у нас будущее. То есть люди перестанут ходить в гид-повермаркеты, будут все заказывать на дом. Таким образом пытаются отобрать хлеб у тех людей, которые очень быстро сориентировались, решили сами объединить фермеров в своем каком-то интернет-магазине, связанном с фермерскими такими продуктами. Ну, как-то, не знаю, печально. Наоборот, лучше бы предоставили какой-то, пусть маленький уголочек на своей территории. Ну, почему нет? Так, 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 так. В последнее время все чаще слышно, что Тюменская область выполнила задачу обеспечения продовольственной безопасности. Вот, условно говоря, можно один мешок картошки считать обеспеченностью, а можно ведь и пять. Тут какие критерии? Тут, на самом деле, все зависит от баланса потребления и производства. То есть если те объемы потребления, которые приходятся на нашу область, закрыты нашей продукцией, можно сказать, что эта задача выполнена. Ну, если говорить о каких-то конкретных примерах, то Тюменская область находится на лидирующих местах в России по урожайности овощей и картофеля. Тюменская область занимает первое место в регионах Урфо и Сибири по урожайности зерновых культур. Да, в этом году об этом говорили очень много. Да, да. 50% всего молока, который мы производим, у нас поставляется в другие регионы. 70% яйца мы поставляем в другие регионы. 25% мяса и того же картофеля. То есть по основным товарным группам Тюменская область полностью себя обеспечивает. То есть эта задача как раз была выполнена. То есть можно быть спокойным, да? Хорошо. Как тюменские производители справляются с задачами по импортозамещению? Можно ли говорить, что ишимский сыр не хуже швейцарского? Все ли сорта сыра могут заменить предприятия Тюменской области? Какой вообще спектр продуктов могут заменить местные? Ну, для начала давайте вспомним, какие продукты у нас попали под продуктовый эмбарго. Ей запрещены к поставкам из США, Канады, страны Евросоюза и Турции. Это мясо крупного рогатого скота, это свинина, мясо домашней птицы, колбасные изделия, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты и орехи. То есть можно, оценив, скажем так, эти товарные группы, увидеть, что все это производится в Тюменской области, кроме, естественно, фруктов и орехов. Что же касается замены каких-то сортов сыра, безусловно, ассортимент зарубежной продукции был гораздо шире. Там присутствовали какие-то экзотические вещи, те же специфические национальные какие-то сорта сыра. И заменить которые на 100%, на мой взгляд, невозможно. Но в своем сегменте, в сегменте качественного, доступного сыра, наши производители вполне конкурентны. И там по вкусовым качествам он зарубежному продукту ни в чем не уступает. Ну а замещение всего ассортимента, это как раз уже, наверное, дело частных сыроварин. Тех людей, которые смогут удовлетворить вкусы искушенных гурманов. Да, и я больше скажу, их продукция, она по стоимости такая, что только как раз искушенным гурманам. Ну, с другой стороны, если ты, и те, которые к нам когда-то поставлялись, они были примерно по такой же самой цене. Поэтому, я думаю, те люди, которые привыкли к сырам такого уровня и качества, они, в общем, останутся довольны. Предприятия агропромышленного комплекса получают серьезную государственную поддержку. Правительство региона как-то отслеживает эффективность вложенных средств. Можно ли говорить о том, что эта господдержка вообще оказывается не зря? Ну, основным критерием эффективности является, конечно же, развитие материально-технической базы и, собственно говоря, рост объемов производства. Простой пример. За последние 10 лет, с 2006 года, сельскохозяйственное производство у нас в Тюменской области увеличилось в два раза. То есть, во многом благодаря государственной поддержке. И как раз это является индикатором ее эффективности. Ну и, разумеется, все вложения бюджетных средств у нас жестко контролируются, как отраслевым департаментом, так и счетной палатой, правоохранительными органами. То есть, в последнее время в этой отрасли наведен полный порядок. И вот к этому вопросу я абсолютно точно присоединюсь, потому что очень часто приходилось слышать и в репортажах коллег, и в новостях. Слышал, что агрофирма Крим освоила переработку картошки вплоть до выпуска чипсов. Но ничего подобного не встречается на прилавках ни кримовской картошки, ни чипсов. Почему? Они все отправляют в другие регионы? На самом деле, нет. Продукция Крима присутствует и в федеральных сетях. У них есть несколько фирменных магазинов в Тюмени. И кроме того, Крим у нас является одним из крупнейших поставщиков учреждения социальной сферы образования и здравоохранения. За этот год было поставлено Кримом своего картофеля 2000 тонн в наше учреждение. То есть Крим по сути оптовик. Одним из его основных направлений работы является работа с учреждениями. Ну именно поэтому, может быть, здесь токсинов в глаза не бросается. Тем не менее, фирменные магазины есть, все желающие могут туда прийти и приобрести эту продукцию. Ну и вообще внимательно смотреть на этикетки в федеральных сетях. Ну что ж, большое вам спасибо за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. И я думаю, что на этом разговор не закончится. Все-таки много еще всевозможных направлений можно будет обсудить. Еще раз большое спасибо и всего доброго. Дорогие друзья, я хотел бы напомнить, у нас в гостях был заместитель директора Департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров. Это была программа «Вслух. Среда». Меня зовут Данила Фатин. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова